Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, поздравляю всех нас с наступающим Днём Независимости Республики Беларусь, Днём Республики. И сегодня в воскресной проповеди, в этой передаче я позволю себе отойти от нашего традиционного жанра. Почему? Потому что мне, как и многим из вас, дорого Отечества, которое мы созидаем вместе. Мне важны свобода и мир. По-человечески для меня имеют значение символические даты в жизни моего государства, особенно такие, как завтра, день освобождения Минска от оккупации Третьим Рейхом, день настоящей нашей независимости. И сегодня я буду говорить с вами, как белорус с белорусами, а не как священник с паствой. Так что же такое независимость? Наше государство живёт 30 лет самостоятельно. И мы давно поняли, что независимости, как таковой, не бывает. Есть только стояние в духе истины, в бескорыстном служении своему земному Отечеству. И хорошо, если в духе живёт весь народ, а если крепок только глава государства. В этом случае тяжела его ноша. Такой народ не рядом с ним, не вместе с ним, а на его плечах, как тяжёлый рюкзак. Незавидна и участь такого народа. Когда придёт другой руководитель, менее сильный, менее мудрый, свободный от совести, он возьмёт и просто скинет рюкзак, значит, необходимо, чтобы сами граждане становились сильными духом, умели различать истину, заботились о стране, об общем благе. И к этому постоянно призывает, а иногда и понуждает нас глава государства. «Быть сильными всегда и во всём». Ведь независимость – это пустое слово, если вырвано из контекста идеи. Мы ведь все зависим друг от друга. Ребёнок от родителей, брат от брата, подчинённый от начальника, ученик зависит от учителя, больной – от врача. В социальном плане сила народа зависит от рождаемости. В экономике предприятия связаны технологическими цепочками. В геополитике и военной сфере взаимодействует государство. Зависит всё от всего и от всех. Образно можно сказать, что человечество – это гобелен, сотканный Богом. Выдерни ниточку – будет дырочка. Оторви кусок – будет дыра. И перестанет читаться сюжет. Нерукотворный лик Божий на этой ткани. Скажите, разве можно любоваться отдельной нитью? Разве можно понять, что изображает гобелен по фрагменту? Разве прекрасна нить сама по себе? Каждая нить должна быть на своем месте. Нужного цвета, нужной длины. И чем плотнее нити, расположенные друг к другу, тем ткань прочнее. То есть, чтобы государство было независимым, нужно, чтобы оно было отечеством. Только отечество подразумевает, что все вместе и каждый на своем месте. Подчеркну, что независимость приобретает свое истинное значение в контексте высокого духа. У восточных славян свобода бывает только в Боге, и независимость существует только от зла. Человек, который уверен, что заповедь Бога – истина, войдет в условный гарем и выйдет нетронутым. Он независим от страсти. Такой человек будет держать огромные деньги в руках и не присвоит их. Он независим от корысти. Такой человек будет работать день и ночь и не потребует платы, если увидит, что нуждаются в его помощи. Человек, который не зависит от зла, потому что зависит от Бога и своей совести по-настоящему самостоятельен. Сегодня западный человек декларирует независимость от Бога и свободу в грехе. Все, что ограничивает человека в желаниях и самовыражении – Бог, мораль, государство, учитель, родитель – он считает врагом. Но грех ненасытен. Это как пить соленую воду, когда мучает жажда. Это как алкогольная зависимость или наркотическая, когда за грамм вещества готов продать самое святое. страсти управляют человеком. Зло управляет страстями. И если независимость государства понимать, как свободу от всяких внешних договоренностей, свободу от корней истории, братских народов в угоду сиюминутным желанием, зависимым от страстей людей, оно попадает в рабство могущественному злу. Вот поэтому я желаю нам, белорусам, всегда быть свободными в Боге, независимыми от греха. Желаю носить тяготы друг друга и быть связанными узами настоящей любви. А еще желаю большого терпения, потому что свобода – это огромный, порой титанический труд. С наступающим всех праздником! Субтитры создавал DimaTorzok